В эфире программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте! 7 января православные христиане отметили главный праздник – Рождество Христово. 19 января мы будем отмечать крещение Господня или Богоявление. И каждый год мы пытаемся донести до людей истинный смысл этих церковных праздников. А помогает нам пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! В своем рождественском послании митрополит Ростовский-Новочеркасский заявил, что, к сожалению, современные люди потеряли дух Рождества. Вот о чем он говорил? Я думаю о тех тенденциях, которые наблюдают сейчас и в Соединенных Штатах, и в Европе, и, к сожалению, отчасти у нас. Когда праздник Рождества Христова характеризуется бурным весельем, застольем, каким-то таким антуражем внешним, но из него совершенно выпадает сам Господь, сам Христос. Более того, это было бы полбеды. Сейчас есть тенденция такая, о ней уж много говорят и пишут, когда даже на высоком правительственном уровне европейские государства или даже президенты Соединенных Штатов уже стесняются даже поздравлять своих граждан не то, что с Рождеством Христовым, а даже само слово Рождество в поздравлениях пытаются избегать. Поздравляют с зимними праздниками. И это, конечно, тенденция времени, когда Европа и вообще цивилизация европейская, которая вышла из христианской колыбели, наполненной христианскими реминесценциями, ценностями, установками, обычаями. Вообще мы прошиты христианством очень глубоко и даже слабо себе иногда задумываемся и подозреваем, насколько мы христианская цивилизация. И вот она от этого избавляется. Она это как-то пытается вынести за скобки, теряя саму себя и встречая на своем пути конкурентов в виде миграции, которая очень быстро заполняет всю эту территорию своей культурой, своей верой, которой они не стесняются. И многие политологи, социологи говорят о закате Европы, которая теряет самоидентификацию свою, она теряет свои корни, теряет свое лицо. Вот один из показателей таких разрушительных процессов – это вытравливание имени Христа и христианства из праздника, который непосредственно связан со Христом и который является основой христианства. Я думаю, что такие тенденции, которые мы ярко очень наблюдаем в Соединенных Штатах и в европейских, в ряде европейских государств, не везде. Потому что есть целый ряд европейских народов, которые категорически не согласны с данной политикой, а это именно политика, это не просто случайно происходит или выбор народа, нет. Вот мы подобную тенденцию можем видеть и у нас в России. Нам бы не хотелось, чтобы Россия потеряла себя, потеряла свое имя, потеряла свой путь. А начало таких потерь или такой же, может быть, бытовой незаметный отказ от существенного. Поэтому митрополит и обратил внимание, что в празднике Рождества Христова крайне важно понимать, что это праздник не просто Рождества, а Рождества Христа. То есть наполнение или возвращение, или, по крайней мере, не потеря тех смыслов, которые были изначально в этом празднике. Это те основы и те фундаменты, которые помогают обществу не съехать куда-то в кювет и дальше пойти по пути, где уже ни нации, ни народа, ни здравого смысла, ничего нет. Ну, на Ваш взгляд, как вернуть это понимание, как исправить это все? Извините, я не уверен, что кто-то может дать такой четкий, быстрый, однозначный ответ. Рецепта быть не может. Могут быть какие-то реперные точки или понимание того, за что нужно держаться, чтобы не соскользнуть туда. Повторяю, это не просто постмодернизм какой-то, течение культуры, веяние времени. Это целенаправленная агрессивная политика. Политика, построенная на таком вот секулярном мировоззрении, часто очень антицерковно настроенным, с очень таким леволиберальным креном. Естественно, единственное препятствие и единственное мощное противодействие этим всеобщим планетарным тенденциям на сегодняшний день, это христианская цивилизация, ее установки. В целом, даже религиозная цивилизация, любая, Индокитай или, может быть, исламский даже мир. Вот такие фундаментальные вещи, они могут препятствовать скатыванию в какую-то эфемерную пустоту. Я думаю, что на самом маленьком, да что мы будем говорить о каких-то огромных масштабах, как противодействовать. Мы с вами не политики, не президенты, не государственные деятели. Я думаю, что на самом простом бытовом, семейном, человеческом уровне нужно просто соответствовать тем знаком, который мы носим. Вот ты носишь крестик на шее, да, это знак твоей принадлежности к христианской церкви. Узнай ее веру, не будь номинальным христианином. Хотя бы в эти праздники, праздник Рождества, крещения Господня, пойми, о чем идет речь. Задумайся хотя бы раз в жизни, прочитай хотя бы одно из четырех Евангелий. И это будет уже маленький такой хороший, даже не просто шаг, да, а такой определенный пророст в почву, которые будут удерживать тебя на твоей почве. Вот, которые будут помогать тебе крепко чувствовать в твоей стране, хозяином своего положения, наследником традиции отцов. Истинно, а не как-то мракобесно или поверхностно верующим человеком. И вот такие маленькие шаги, которые начинаются с самообразования, с самовоспитания, с каких-то произношений, очень важных слов. Почему митрополит в рождественском послании подчеркивал, иногда люди не просто там поздравляют с Рождеством, а иногда просто с зимними праздниками. Но поздравляйте друг друга. Не сочтите каким-то чрезмерным усилием сказать до конца эту фразу. С Рождеством Христовым. Казалось бы, мелочь такая, ну какая разница, что за игра слов. А между прочим, за этой мелочью стоит очень важный воспитательный фактор, потому что дети это слышат. Понимаете, это будущее поколение тоже научится понимать, а кто такой Христос, а почему это Рождество Христово, а не просто праздник, где мы фаршируем гречку и индейку, да, во что это все скатывается в бытовухе. Вот, мне кажется, это все маленькие-маленькие вещи, которые могут сформировать большое-большое будущее. Давайте теперь поговорим о крещении Господне и напомним всем горожанам истинный смысл этого праздника. Истинный смысл этого праздника в Евангелии написан. Любой может открыть и прочитать. Смысл этого праздника, если вы имеете в виду, что произошло в него, то это выход Спасителя на проповедь. С крещения Господня, войдя в воды Иорданы, Он явил народу, который окружал Его, что Он не просто какой-то пророк или загадочный человек, или раввин, учитель Израиля. Во время вхождения Его в воды Иорданские произошло то, что греческие отцы называли теофонией, богоявлением. Народ, который присутствовал, а он был во множестве, услышал голос с неба, увидел голубя, который сходил на Христа. Это удивительные вещи, которые вот так вот описаны нам человеческим языком. Но вы представляете, насколько сложно было авторам первого века передать то, что сейчас-то с нашей развитой литературой не каждый автор способен качественно и глубоко и детально передать. Так что крещение Господне – это выход Христа на проповедь. Во всех храмах будут праздничные богослужения. И, конечно, я думаю, каждый должен наконец-таки выкроить время, посетить храм и пообщаться с Богом через молитву. Давайте теперь поговорим о… будем развенчивать мифы. Вот один из них – вода, освещаемая в эти дни, потому является целебной, что в течение всего года не портится, что в нее попадают ионы серебра с креста, которые в нее опускают священие. Я думаю, что это уже далеко не миф, это уже такой динозавр, знаете, из советского музея палеонтологического. Потому что подобное представление, оно фигурировало в журналах «Крокодил» или в более научных журналах, типа там «Советский безборник». Но до сих пор существует. Я редко с этим встречаюсь по простой причине. Далеко не на каждом приходе можно встретить серебряный крест. Я за всю свою жизнь видел, ну, два от силы. И такое представление, что в каждом храме, даже там в последнем деревенском, а чаще всего такие большие массовые освещения воды происходят именно в русских деревнях, ну, происходили раньше. Вот я очень сильно сомневаюсь, что прям везде там серебряные кресты такие, да, и золотые купола. Это обыкновенная краска. Вот нет, это даже развеивает ничего. Обыкновенные кресты и ничего такого не связано. Я думаю, что в 12 ночи освещаются все воды на земле, и набрать ее можно будет откуда угодно. Да, вот этот миф, он более современный. Вы правильно сказали, что это миф. Но у меня сразу тогда смущение, если это по принципу сообщающихся сосудов. Если в одном месте батюшка осветил воду, то она просто как пошла дальше по всей планете. А канализационные стоки тоже освещаются. А вода в каких-то саунах и банях, где не всегда приличные дела происходят, тоже освещается. Люди любят иногда туда идти, думают, вот там где-то в храме батюшку воду осветил, а мы у себя там в сауне с вениками и девками сейчас тоже бросимся в эту купель. И у нас будет такая же крещенская вода. Это абсолютная чушь по простой причине. Крещенская вода – это не грязь под ногами. Крещенская вода – это бриллиантик. Когда священник совершает освещение воды, там читаются молитвы, которые раз в году читаются. И смысл этих молитв, что сейчас перед нами, вот в этом сосуде, величайшая христианская святыня. Вторая после причастия тела и крови Христовой. Она называется даже великой агиасмой. Агиасма – это святыня. Великой святыней. Люди хранят ее бережно в течение всего года, пьют по чуть-чуть, относятся к ней как к величайшей реликвии. И вот это все из любого крана, из туалетного бачка, в какой-нибудь там бане, в сауне и в любой канализационном люке. Нет, это абсолютно неадекватное представление. Крещенская вода – та самая, которая является великой агиасмой. Она освещается и является такой только в церкви, только в том месте, где она освещается. Но не более того. Игорь, год назад мы с вами обсуждали традицию купания на крещении в проруби. И тоже один из мифов, что вода это исцеляет и очищает от грехов. Мы уже с вами это обсуждали. Да, я помню, Фаина Раневская как-то сказала очень так сильно. Она говорила, хорошенькое дело. Целый год врать, блудить, курить, обманывать, воровать, заниматься коррупцией и так далее. А раз в году, да, но она более жестко говорила, раз в году сунуть, скажем так, свои телеса в определенный таз с водой и думать, что все прошло, можно заново все начинать. Это очень странное представление о Боге и о очищении. Когда чистишь зубы, моешь руки, используешь там еще какие-то средства умывания, ты понимаешь, что это все внешние поверхности. Чтобы изменить что-то в душе, ни стиральных порошков, ни воды, ни ацетона, ни каких-то других полимеров совершенно не хватит. Для этого в душе должно что-то произойти. Единственное средство, способное изменить человека и очистить его, или начать этот путь к очищению, это внутреннее покаяние. Когда ты врал, а потом говоришь, Господи, мне стыдно, я не буду. Когда ты изменял, потом каешься и говоришь, я больше не буду изменять. Когда ты уничтожал себя какой-то наркотой или еще какими-то страстями, говоришь, каешься перед Богом и говоришь, я так больше не буду. Вот это действительно может изменить. А когда ты всю эту гадость сделал, пакость, а потом просто голой попой в воду зашел и вышел из нее с таким же весельем и думаешь, что все, справился. Это чушь собачья, ничего общего-то не имеет ни к реальному отношению, ни к христианской вере. Можно ли крестить ребенка в крещении Господня? Да, ради Бога, конечно, почему нельзя. Древние христиане в основном крещение совершали на Пасху, целый год практически готовили. Даже Великий пост, вот 40 дней, который был положен, это 40 дней изначально были как дни приготовления к крещению. И на 40-й день, на Пасху Христову это все совершалось. Но сейчас у нас в течение года можно крестить и ничего предусвидительного нет, если есть возможность совершить крещение на крещение Господне. Ради Бога. А может ли священник отказать родителям от проведения обряда? Ну, понятия не имею, это же очень индивидуальная история, по какой причине он может отказать. Если люди приходят и, предположим, да, это же конкретно пример не описали просто, да, что может быть. Могут прийти родители с крестными малолетнего ребенка, который абсолютно не верит в Бога. И считают, что это обряд, который просто породнит одного крестного с другим. Может быть, я предполагаю, священник скажет, друзья мои, от крестных при малолетстве крещеного, от крестных очень много зависит. Если они лыка не вяжут и ничего не понимают в вере христианской, какими наставниками они будут, может быть, по этой причине он может как-то, ну, к крестным отказать. Ну, так я даже представить себе не могу, какие могут быть причины, чтобы отказать в крещении. Нет таких причин. Если есть добровольное желание, вера родителей, крещение совершится. Крещение – это двунадесятый праздник, а значит, есть и запреты. Вот чем нельзя заниматься? А, вот видите, мы с вами разбирали мифы, и в один из мифов сейчас и вляпались. Все эти разговоры, вот, моих глубоко любимых и уважаемых журналистов, начинается праздник «Чего можно, что нельзя». Это исключительно такая же магическая мифологема. Пришла она именно из такого шаманизма, из мира какой-то магии, когда толком-то о празднике никто ничего и знать ничего не нужно. Главное – это понять, что можно, что нельзя. Вот таких вопросов в христианской парадигме, в христианских праздниках нету. По крайней мере, вопрос «Что нельзя?» – это точно не наш вопрос. Это вот у какой-нибудь там волшебной бабы Ванги, или у какого-нибудь другого шамана, или у какого-нибудь там колдуна, есть четкая установка «В этот день косу плети в правую, ложку держи в левой руке, за ухом чеши правой ногой, часы носи на такое». Но зачастую людям нужны установки, понимаете? Вот, это неправильно, потому что христианство – это религия свобода. К свободе призваны вы, братья, писал апостол Павел. И когда мы в празднике начинаем вот эту старую балалайку, что можно, что нельзя, мы опять впадаем в то самое язычество, откуда Христос нас вывел. Что нужно делать? Я понимаю вас в вопрос. Вот что примерно было бы правильным, да, с точки зрения, ну, простых внешних вещей? Естественно, правильным было прийти в храм. Естественно, правильным было принять участие в таинстве Евхаристии, причаститься телу и кровью Христову, перед этим исповедаться. Было бы правильно принять участие в молебне, получить святую воду, с благоговением принести ее домой, окропить свое жилище, умыть личико своей этой водой, поставить эту бутылочку куда-то в надежное место, чтобы она в течение года там хранилась, и в течение года, если вы почувствуете слабость какую-то, или, может быть, даже нападение каких-то сил инфернальных, таких неприятных состояний, вы можете достать эту водичку, вот, выпить ее, умыть лицо, и вы увидите, как изменится, какая невидимая энергия и благодать окутает вас от прикосновения к этой великой агиасме, к этой великой святыне. Наверное, вот это, если так можно сказать, было бы правильно. А что неправильным? Не знаю, что неправильным. Ну, неправильно было бы в этот день кого-то убивать, или кого-то грабить, или кому-то врать, или кому-то изменять, или заниматься еще какой-то пакостью. В принципе, в любой другой день это тоже неправильно. Да, это неправильно в любой другой день. В завершении нашей программы, что бы вы хотели пожелать всем в канун этого праздника? Ой, я, конечно, такой Дед Мороз-то слабый, я еще учусь. Мне кажется, что когда мы во время крещения Господней, крещенских купаний просим от Бога какого-то чуда, когда мы, некоторые из нас, кто вот желает это делать, да, входит в какие-то воды, такие холодные, принимает участие в этом купании, он, безусловно, от Бога ждет определенного чуда. Потому что это абсолютно нонсенс, это абсолютно противоестественно, для некоторых даже дико, когда январской ночью, в мороз, в холодный, какие-то люди заходят в совершенно неестественную, некомфортную и неприятную среду, ожидая, что они почувствуют какое-то прикосновение в божественной благодати. Так вот, это нужно делать всегда на трезвую голову, ни в коем случае, даже если вы принимаете участие в крещенских купаниях, не сочетайте это с алкоголем. Это тяжелейшее нарушение смысла того, что происходит. Поэтому я всегда говорю, если ждете в эту ночь, в это крещение от Бога чуда, не чудите сами. С праздником. И помните, да, очищение в вере, а не в воде. Аминь. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. И до встречи в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова